Севастопольские депутаты утвердили перечень перспективных особо охраняемых природных территорий. Решение парламентарий приняли в ходе последнего заседания законодательного собрания первого созыва. Документ утвердили сразу в двух чтениях. Суть законопроекта пояснил докладчик, председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Севастопольского парламента Вячеслав Горелов. По его словам, эта инициатива по своей сути протокол о намерениях, который только обозначит экологический каркас Севастополя и станет основанием к действию для Севприроднадзора. То, что мы сегодня рассматриваем, это проект генерального плана. Это некоторый экологический каркас города Севастополя. Совершенно другая история, это та история, которая должна пойти на втором этапе. Это принятие, утверждение законодательным собранием уже, видимо, будущего созыва, так называемой схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий. В представленном депутатам перечне 13 условных наименований и примерных местоположений. Конкретные данные появятся только по итогам научных исследований, когда появится обоснование. В список входят плато Микензи, гора Спилия, Аскети, бассейн реки Упа, Сапун-гора, бассейн реки Айтадорка, холм Карнрабера. Еще семь объектов – потенциальные памятники природы регионального значения, в их числе и многострадальная фисташковая роща на берегу бухты Круглой. В отношении вот этих территорий предварительные исследования уже выполнены. Я еще раз говорю о том, что вот когда вы говорите о резервировании территорий, это не предмет этого законопроекта, этого закона. Это предмет следующего шага, который называется схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий. Поэтому, когда мы говорим о том, что в этом законе нет контуры, нет площадей и так далее, это действительно так, но в нем и не предполагается это. Это некоторые, еще раз говорю, протоколы о намерениях, на основании которого Севприродназор выполняет те или иные работы, которые посвящены уже резервированной территории под опыты. Напомним, законопроект об определении перечня перспективных особо охраняемых природных территорий выносился на рассмотрение депутатами ранее, 13 ноября 2018 года. Но тогда на утвержденный парламентариями документ было наложено губернаторское вето, которое народные избранники преодолеть не смогли. Из 16 депутатов, тогда проголосовавших за законопроект, во втором чтении только 13 проголосовали за преодоление вето. Три человека, которые в прошлый раз проголосовали за законопроект, сегодня свою позицию изменили. Ну, искренне говорю, откровенно говоря, конечно, другого я не ожидал, к сожалению. Но, тем не менее, считаю, что это неправильно. То есть, если депутат принимает то или иное решение, он должен иметь основания, он должен иметь смелость его отстаивать. Хочу напомнить, что когда-то, говорят, было не 10 заповедей, а 11 заповедь. 11 заповедь, 11 заповеди. Она гласила «не бойся». Но я не стал об этом сегодня говорить нашим коллегам. Мне показалось, что они сами это понимают. В этот раз документ получил поддержку исполнительной власти. Хотя и с небольшими изменениями. Из перечни пропало две территории. Парк у бухты Казачьи и участок у горы Гасфорта. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, в отличие от своего предшественника Овсянникова, закон поддержал. То, что действительно на этих зонах есть памятники природного характера, которые необходимо сохранить при дальнейшем использовании в хозяйственной деятельности тех или иных территорий, это факт. Поэтому, собственно, законопроект побуждает правительство Севастополя дальше заниматься этим вопросом. Поддержали принятие законопроекта и сами депутаты. За проголосовало 16 человек, еще трое воздержалось. Против не высказался никто.